Доброе утречко. Я завтрак уже приготовила. Здесь блинчик из яичницы и тосты в яйце. И чайок для Кируси. Для меня кощаек. Костяка у нас работает круглосуточно. А я сейчас Киру бужу, она мне спрашивает, тебе две модели или одну? Я говорю, мне четыре. Кица, вставай! А ей приснилось, что мы где-то там меряем джинсы. И вот я одну пару потеряла, а она одну пару нашла. Масек! Лапушка моя, скажи, спать хочу. Вообще, хозяева странные, просыпаются так, Лана. Так, Лана, просыпаются, ужас какой-то. Шанчушка. Лапушка моя, девочка хорошая. Принцесса. Моя маленькая такая. Снег-дракон. И бусинка ты, ручинка. Всем доброе утро. Я распускалась до сих пор ее джухами. Пахнет. А вы посмотрите, как спускаются дожди. Видите, как спускаются все собаки и как спускаются дожди. Он просто обтирает все стены. Зачем? Ему надо под стенкой спускаться. И, конечно же, он грязный. А каждый день его купать, это вредно для собак. Поэтому мы пока будем вот такие вот все в саже. И снег у меня где-то здесь тоже ходит, бродит. Вон он бежит. Ворона на тебя нападает, да? Так бывает снег. Нефиг лазить. Где ни попадя. Мы, в общем, на улицу идем. Слушайте, а на улице сегодня свежо. А я прям так поделась. Как-то очень легко. Короче, классно. Блин, все. Последние минутки моего сериала, и он закончился. Я всегда на этом моменте плачу. Что делать? Что смотреть? Первым делом краситься. Видите, я вам кое-что покажу. Помните, я отмывала дверь вот эту вот? Посмотрите на нее сейчас. Это после каждого открытия вот этой вот двери, это превращается вот в такую вот. Понимаете, да? Что здесь пол точно такой же. Каждый раз его моешь, 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 моешь. А он остается таким же, как и был изначально. Короче, это настоящий трэш. Мне нужно пойти сейчас купить маленькую пачку стирального порошка. И еще самое главное, капли для носа. У нас закончились капли для носа. А с этим тополиным пухом творится настоящий трындец. И мы вечером просто с Кирой не можем заснуть. У нас максимально забивает нос. А еще я скажу, что таблетки безумно сильно подорожали. Я свои таблетки покупала еще буквально, ну, в прошлом месяце. Я их ежемесячно покупаю. За 275 гривен. Я вчера пришла в аптеку, а мне говорят 370. Я говорю, что? Мне говорят, да, 370. Я говорю, когда успела? Реально же еще вот недавно. Разница какая. 100 гривен. Я чумею, честно сказать. Я реально чумею с этого, со всего. Так, ладно. Что-то к нам никакая служба не приезжает. Вообще странно. Но в любом случае нужно идти покупать что? Да. Именно оно. Сиральный порошок и капли. Вышел со мной, сидит. Я не понимаю, что он хочет. Я-то сейчас уйду. Пошли. Ну, идем тогда на улицу. Кажется, у нас там что-то молит. Ну, тогда, Мара, могу приезжать еще. Это еще 10 человек. И Владимир, а мы и начнем. Ну, да, уже я еще. Уже 6-8 вон, 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 вон. Здравствуйте. Это не служба. Это наши дворники. И я говорю, это что, вас прислали? Я говорю, на уборку. Говорю, тут, говорю, вы не справитесь. Я говорю, тут нужна и стремянка, и лестница. Говорю, тут надо по-серьезному все делать. Им, Жеке, позвонили, сказали, чтобы они пришли убирать. Я говорю, не-не-не, такой вариант вообще не подходит. Они сейчас тупо грязной водой протирают просто один первый этаж, чтобы туда наверх дальше не шло. Так там наверху точно такое же, как и на первом этаже. Ну, будем дальше ждать. Посмотрим, как они поубирают нам. Сейчас самый ответственный момент будет. Мы узнаем, сколько стоит назик. Смотрите, а несколький назик скушен. Все одно. Давай. 158 гривен. Чуть-чуть, на 20 гривен подорожал. Но нормально, без него мы просто не сможем. Меня копилочка приглашает. Купи стиральный порошок, купи стиральный порошок. Иду, иду покупать. Купила стиральный порошок. И еще взяла вот такой вот горячий шоколад. Интересно, хочу попробовать. Он просто жидкий. Реально, в стике какой-то жидкий. Наверное, с водой нужно разводить. В общем, потом инструкцию дома почитаем и попробуем. У нас тут такая новость печальная происходит вообще. Я даже не знаю, как быть, что делать. У нас же вот эти вот все магазины. Магазин, микс-маркет, кафе, тренажерный зал, тетлена. И вот эту вот всю вещь продали. Им до 10-го числа нужно съехать. Вы представляете? Типа, типа, типа помыли, да? Ну-ну. Опа! Не ори так сильно, пошли! Я не понимаю, где они тут что, мыли? Да мыли, да я тут так мыла. Первый этаж только, и все. И то это наши дворники. А где служба, которая не обещает? У вас сегодня где-то свет горит? Нет, нигде не горит свет по стойку. Вечером я могу. Да, вечером, нигде не горит. А чего? А я не знаю, наверное, лампочки полопались. Нет, вчера же тут стоял этот электрик. И говорит, мне сказали, попроверяйте эти щитки. Но он, значит, их попроверял. Вот, говорит, все нормально. А я говорю, там на четвертом этаже лампочка не горит. Он говорит, хорошо, я заменю, у меня есть. Вот. Но, наверное, не за меня. Мне еще вчера не горело. А же и у нас выкруты на пятом. У нас была лампочка, а ведь не выкруты. Да я сказала в горнику. И пошли в другое место за меня. Ну, нормально, нормально. Такая черная стримка страшная. Идем, что ты орешь, пошли. Мы в телеграм-канал только что сбросили видео, как померить джинсы и понимать, что они тебе подходят по длине. Сейчас я вам покажу. Я даже возьму несколько пар джинс. И сейчас будем с вами проверять. Короче, нужно взять джинсы, штаны. Вот так вот. И растянуть их. То есть, смотрите, вот эти джинсы на меня не то, что коротковаты. У них такая модель. Но, если джинсы не висят, а полностью вот так вот по рукам распрямляются, то значит, это ваша длина. У меня здесь немножко рука согнута. Но джинсы, но эти штаны, они, у них модель не длинная, а короткая. Давайте проверим те джинсы, которые нормальная длина. Ну, вот, например, те, которые я увеличивала. Я их увеличивала, они мне были коротковаты. Коротковаты. Давайте проверим. О, смотрите, эти джинсы как бы мой размер. То есть, идеально, можно так сказать. Но, опять же таки, тут же и тоже есть фактор того, что джинсы могут быть длинные. Как бы они должны быть длинные. Теперь возьмем мои новые джинсы, которые скейтеры. Вот, мне очень интересно. Потому что мне некоторые писали, что они на меня маленькие. То есть, типа, короткие. Проверяем. Они не короткие вообще. Они идеальные. То есть, все супер-купер. И сейчас хочу еще одну модель проверить. Джинсы, они у меня здесь. Сейчас. А вот это вот мои, которые такие, типа, широкие-широкие и длинные-длинные. А-ля, типа, длинные-длинные. Проверяем. Так, где тут обязательно вот так вот надо взять. А эти считаются на меня длинные. Потому что, видите, как они висят. То есть, та длина, которая должна быть нормальной, она должна быть так. Эти а-ля длинные. Но для меня они вообще не длинные. Для меня они просто идеальные, можно так сказать. Поэтому я думаю, что этот лайфхак не рабочий. Вот, мое личное мнение, что лайфхак этот не рабочий. Во-первых, сейчас джинсы не должны быть, как бы, понимаете, да? Плюс есть абсолютно разные модели. Одна модель должна быть максимально длинная. Одна модель может быть коротковатой. Третья модель должна быть идеально, четко по косточку. Не скажу, что этот лайфхак рабочий. Поэтому ориентироваться на него не стоит. Но сказать, что он реально рабочий, не могу сказать. Если вы хотите себе... То есть, как бы, в принципе, знаете как? Можно проверять, как они будут вам по длине. Достаточно хорошие, короткие или идеальные, можно так сказать. Но все равно, в любом случае, я считаю, что джинсы нужно мерить. Во-первых, от длины ничего не зависит. Есть еще талия, есть еще бедра, есть еще попа. И есть много-много разных факторов, где джинсы нужно мерить. И чтобы они сели идеально на вас. Поэтому не пользуйтесь этим лайфхаком. Лучше идите в примерочную и мерите. А я пошла стирать. Так, все, стирку я поставила. А теперь пошла мыть посуду, потому что я ее еще до сих пор не помыла. И расскажу вам одну интересную вещь, которая со мной сейчас происходит и с Кирой. После того, как произошел этот пожар, у меня теперь еще одна фобия появилась на голову. Я боюсь спать. Реально боюсь спать. Но правда, из-за того, что я сейчас принимаю эти таблетки, вернее, я их уже несколько дней не принимала, получается, два дня я их не принимала, эти таблетки. Но все равно у меня стабилизировался сон. Я стала спокойней. И чтобы вы понимали, я вчера боялась заснуть. А Кира говорит, она вообще всю ночь просыпалась и принюхивалась, ничего ли не воняет. А запах-то еще есть. Она говорит, я вставала, проверяла. Представляете, насколько? То есть это реально страшно. Но, кстати, это уже не первый пожар. Я уже об этом говорила, да, что это не первый пожар. А сегодня в новостях, уже в новостях написали, что чувак, но он, правда, аж на девятый этаж занес покрышки и там подпалил. Аж на девятом этаже. Не на первом. То есть это одни и те же люди или не одни и те же люди, непонятно. Или вообще есть какая-то спланированная акция, этому всему тоже непонятно. Но его одного пока задержали. Что будет дальше, неизвестно. Меня сейчас на самом деле интересует одно. Сделают ли нам ремонт в подъезде? Это самый интересный вопрос. Короче, я мою посуду. Я не знаю, что мне посмотреть. Представляете, вообще не знаю, что мне посмотреть. Я в такой печали, потому что у меня закончился сериал «Друзья». Я думаю, если я его начну смотреть сразу же после того, как он закончился, я, наверное, буду совсем сумасшедшим человеком. Поэтому надо сейчас поискать, может быть, какой-то фильм интересный есть. Фильмов на самом деле очень много интересных. Но я не знаю, какой я хочу посмотреть. Все, я мою посуду. Потом я чищу картошку, чтобы приготовить вообще что-то на обед. А вечером будем пробовать вот это вот, горячий шоколад. Я думаю, вечером он будет как раз прикольно, когда уже немножко жара споделать. Сделаем горячего шоколада, у нас опять выключат свет. И мы в такой романтике будем сидеть, попивать и наслаждаться. Кстати, я забыла вам рассказать, что здесь нужно делать. Какая тут инструкция? Инструкция здесь такая. После приготовления вместо пакетика залытый до 80 градусов нагреть воду. У меня чайник просто с термометром. Ну ладно. 150 миллилитров воды вот на этот вот пакетик. Будем экспериментировать вечером. Картошечку приготовила. Котлетки приготовила. Так сильно спать захотела. Вы знаете, бывает состояние, когда тебя просто выключает. И вот меня сейчас в этом состоянии просто выключает. Я не знаю, что с собой. Просто резко поп и спать хочу. Кира! Привет, Санта. Залетай, 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 залетай. Тебе ничего не сказали, что с неё в таком виде в школу пришло? По поводу видео? Да. Не? А что должны были сказать? Не знаю, но может нельзя в таком виде. Короче. Давай, пошли кушать, я уже всё насыпаю. Да он же спускается по ступенькам, Кира, знаешь как? Обтирает все стены. И он чёрный, а я же не могу его каждый день купать. Это для собак вредно. Тануки, хочу масло здесь, картошка будет переходит. Тануки, хочу масло здесь, картошка будет переходит. Рассказывай, как в школе было. Рассказывай, как в школе было. Да, я подошла. Что, вообще не знаю? Вот такой вот у нас будет обед. А как дела у вас в школе? Напишите в комментариях. Только не вырезай там, где я. Такая. Ну, короче, вчера, потом замечаю камеру. Всё хорошо. Да, на камеру нельзя, поэтому я слушаю. И вам потом, может быть, maybe, no, не расскажу. Спрашивали, почему Кира сидит за столом вот так вот, а я как сижу? Точно так же. У нас это семейное, понимаете? Сидеть за столом правильно. Так вкуснее. Да, так вкуснее. Только что в ТикТок снимали видео, и нам нужно было Теру научить делать некоторые вещи. Сейчас покажем, какие. Тера, иди сюда. Тера, ко мне. Тера, иди сюда. Давай. Сидеть. Короче, тренд в ТикТоке. Ну, привстань. И вот это вот Теру. Слушайте, Теру научили максимально быстро. Точно Тера умная. Видео в ТикТоке будет, как у нас получилось, и как мы ее учили. А вот Добина учить, как Шанти всего боится. Давай. Сейчас, если, конечно, получится с первого раза. Теруська. Давай. Не забывай, Терчик. Давай. Тера, она же не смотрит. Пусти, я свое не посмотрела. Давай. Молодец. Давай. Тера, Тера. Тер, смотри. Давай. Тера. Алло. Тер. Тера. Не втыкай. Теруся, давай, смотри. Раз. Два. Три. Молодец. Сейчас дам. Доби, давай. Раз. Давай лапу. Лапу дай. Он тупой, как в пень. Дурочек, Иванушка. Теруська, даю вкусняшку. Идем. Идем, идем, даю вкусняшку. Ты заслужила. Вообще, моментально выучила. Держи. Ты тоже хочешь мне? Ну, ты такое не ешь. Шанти, я тебе сейчас тоже давно вы не едите эту вкусняшку. Эту вкусняшку кушает только Тера. Видишь? Ну, на. Теру научить командам очень быстро. Она очень быстро схватывает. В этом плане она просто молодец. Шанти, она тупо всего боится. Доби умеет сидеть, дай лапу. А вот, вот этой вот вещи, мы еще его не научили. Но это надо терпение, терпение. Потому что мы начали его учить. Он начал ложиться, бояться, вытягиваться. Короче, такое. О, боже. Если бы вы видели, какой он черный. Доби, иди сюда. Доби, иди ко мне. Сука, посмотрите. Сейчас. Смотрите. Подожди, ну повернись. Посмотрите. Вот это вот собака моя. Это моя собака. Белая должна быть. А она стала черная. Капец, капец. Собираемся гулять. Короче, Кира сейчас собирается идти поздравлять там одного человека с днем рождения. И Вики записывает голосовое. Вика, нам нужно с тобой в 6.15 встретиться. Что отвечает Вика? Нам не отвечают. В смысле? Это Кирилл уже сказал в 6.15. А, нет, в 18.15. Понимаете, да? Что в 18.15? В 6.15. Это одно и то же. Вот такая вот. Вот такая вот у нас есть. Это знаете, как есть такие приколы? У кого есть такая подруга? У Киры такая есть. А у меня есть такой друг. Такой же. Тера. Let's go. Давай. Ну, не, ну, подожди. Так неправильно. Где ты? Иди сюда. Тебе одеть это? Тера? Да, я слышу, Кир, что твою обувь надо постирать. Что? Ей жопа просто. Нет, я другое делаю. Вот это? Да, я езжу. Ты видишь? Ну, потому что ты ходить не умеешь. Я не знаю, как так. Пока. Прощай. Но зато у меня Добби умеет делать так. Иди сюда. Иди ко мне. Иди ко мне. Давай, давай. Иди сюда. Давай, 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 давай. А ну. Давай. 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 Лапу. Ну, давай. Молодец. Раз. Молодец. Два. Зато Добби умеет делать так. Мы когда в зоомагазине шлейку мерялись все. Он что, сам лапки подымает? Я говорю, да. Шанти, иди сюда. Иди сюда. Тебе как для... Иди сюда. Давай, давай. Иди ко мне. Подойди, пожалуйста. Шанти. Добби, отойди. Шанти. Да, Добби, отойди. Шанти. Ну, она же не подойдет без тебя. Шанти, иди сюда. Давай. Давай. Ближе. Моя, ты хорошая. Иди сюда. Давай. 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 Подходи ты, господи. Ну. Хопа. И все. Посмотри. Тут же ничего страшного нету. Нет. Боюсь, боюсь. И еще раз боюсь. Гулять идем. Рассказываю вам историю. Короче, летает везде шпух. Он не просто летает. У нас пухопад. Покрасили лавочку сегодня. Вот она крашена. И вы посмотрите, что на этой лавочке. Ну, я не знаю. Ну, мне кажется, вообще бездумно делают. Просто бездумно. И каждую лавочку покрасили. И тут вы понимаете, да? Ну, а тут вот что. Я не знаю. Видно на камере, как он летит? Вот такое количество его. Там посмотрите, сколько этого пух. И знаете, когда что-то делают, я иногда думаю, а зачем? Ну, вот реально, зачем? Неужели эти лавочки нельзя было покрасить, когда пух этот весь сойдет, и его уже не будет? Ну, понятно же, логично, что все это прилипнет. Где логика? Расскажите мне, пожалуйста, где логика? У меня Кира сейчас на день рождения. И вот, посмотрите, какой там шикарный Мишка танцует для детей. Классно, да? Надо и себе такого медведя заказать. Точно! Я знаю, когда я его себе закажу. Когда будут мои последние слова. Спасибо за жизнь. Фух, пришла домой только что. У меня просто все были черные собаки. Мы стояли возле парадного, но с соседями, и обсуждали, как мы завтра пойдем в ЖЭК, что нам нужно делать. Звонили там юристам, тря-ля-ля, тополя, короче, чтобы же все-таки сделали ремонт в подвале. Это же не так просто. Это не так просто. Случился пожар, к нам сразу пришли, помыли и начали делать ремонт. Нам нужно добиться этого ремонта. И вот мы завтра будем его добиваться, потому что уборки подъезда мы не добились. Со всеми заявлениями, со всеми подъявлениями, со всем-совсем-совсем-совсем. Моя заявка, которую я оставляла, знаете, что я посмотрела? Она уже выконано. Топ-то, она уже выконано. Я сейчас вам покажу все выконания. А этот только домой пришел, он уже собирается идти. Ну, какой-то странный вообще кот. Вот, смотрите, у нас, то есть, уже выконано все. У нас уже все прибрало. Видите, да? Топ-то, ну, нормально, да? То есть, уже все сделали. Ставлю сейчас я вам... Вот, у нас уже все чисто. У нас уже все хорошо. У нас уже все замечательно. Вычистили идеально. Ну, правда, идеально. Видите? Я не знаю, кто тут не видит идеальности. Мне сказали, вычистили идеально. Да? Вот. То есть, у нас чисто уже. Но это мы чистили. Это не кто, это мы чистили. Тут вообще не видно ничего, потому что тут все черное. Ну, и вот. Вот так вот. Вот это вот тоже почистили. Видите, все? Тут еще нагар стоит. Ну, как бы, да. Как бы, видите? Почищено. Тут тоже все хорошо. Вот. Там вообще просто идеал. Ну. И здесь нужно включить свет, потому что здесь не видно, как почистили. Да. И сегодня электрик был. Провода сделали. Реально был электрик, делали провода. Видите, как офигенно сделали. Просто, ну, просто. Это лучшая почистка. Посмотрите. Да? Офигеть. Зато положили нам коврик. Можно вытереть ножки. Вот. Так что мы решали только что план действий наших. Что мы можем сделать, чтобы нам сделали. Вот такая вот история. Получится ли у нас что-то или не получится, я не знаю. Но я уже дала клич людям, чтобы они узнали, сколько будет стоить здесь в парадном ремонте. Если вдруг у нас ничего не получится, чтобы мы собрались деньгами и сделали этот ремонт сами. Потому что в этом невозможно находиться. В этом просто невозможно находиться. Ты каждый раз приходишь домой и каждый раз это всё заносишь. И ты же этим дышишь. Ты этим дышишь постоянно. Посмотрите, какие у меня синяки под глазами. Мешки. Даже не синяки, мешки. А сейчас я хочу пойти купить мороженое, потому что Кира съела всё мороженое моё. И я хочу теперь мороженого очень сильно. Снег, оставайся здесь. Не надо за мной никуда идти. Пожелайте, ребята, мне удачи. Нам всем удачи. Не мне, нам всем. Чтобы у нас получилось добиться ремонта. Купила мороженое. А снег идёт. И злится, что я ему не даю. Давайте сейчас ему дадим. Смотрите, прибежал. На. Приятного. Вкусненько. Вкусненько. А вы мне напишите, пожалуйста, что я его не люблю. Кто? Что за кипиш, а драки нет? Аккуратно, пожалуйста. Только помыла. Закройте двери. Воняет же. А что, вы привязаны? Мы не можем, поэтому разойтись, поэтому... А мне срочно уходить, а тебе надо домой, поэтому... Тиро, для себя не уйдет. Хорошо. Скажи, тебе. Короче, рассказывай прикол. Блин, или нет? Мы завязали, так, идём, встречаем карпа. Нас порвало просто. Мы идём, мы не можем его развязать, он его там открусил. Я все, как я его берусь, я снимаю, следую, керей, лизинку. Мы идём, потухаем. Было стыдно. Она реально подумала, что мы стыдно. Она говорит, как стыдно, я говорю. Это не твой, бывший, а лямой. Ну ладно. Ну ладно. Так что вы хотели? Ничего, показать, вот смотришь. А, мои хорошие. А вы видели, как у нас поубирались? Это не я. Вы видели, как у нас... Покажи. Это не я. Шикарно. Как у нас в подъезде поубирали? Нет. Видно. А, коврик пустилен еще. Коврик видно, да? Угу. Кроме коврика ещё что-то видно? Я ничего не видела. Блин. Я не смотрела. У нас уже поубирали. Шикарный, да? А, сколько это? Это в сурпу, типа? Да, уже поубирали. А не борик поубь? Да, красную дорожку. Чтобы мы домой заходили и чувствовали себя как богини. Реально? Да. Ты когда уходишь? Сейчас. Сейчас. Ну, я не знаю, я никуда уходишь. Я не знаю, вот что спала. Как вы на день рождения? Как вы с этим потанцевали? Субтитры делал. Субтитры делал. У нас из-за информации вперёд. Чтобы мамы его снимали. Что? Да, нас сфоткали. Там целая куча детей. Этот Мишка и мы. Всё, пошла нахуй туда. Окей. Я думала, он на поле побудет. Пока. Это насколько. Но если не знаю, то я сразу ухожу. Это так. Да. Можно мы на поле побудем? Можно, конечно. Заходите. Пожалуйста. Я детей когда-нибудь убью. Они заходят и начинают трогать. Вот эту стенку, она грязная уже от них. Боже, я всех убью. Идите руки помойте от... Быстро. Брат. Срака. Одна. Вика, раскладывай всё. Не можешь мне Василия? Василия, ты чего? Ты можешь? Срака вторая. Ко мне не заходи. Не пи. Блин, я из-за тебя... Дурочка, ты с переулочкой даже тут не попала. Ладно, брат. Так, я писать. Вик. Ай. Все, не трогаю их, все. Блин, взяла, порвала себе тряпочку. Дурка с переулкой, из-за этой Вики с Кирой. Девочки не знают, который час. Да ладно. Это не обманывают? Ты обманываешь? Ты не это покупала. Но это я покупала. Нет. Да. Девочки, вы знаете, который час? Такой, который. Десять часов. О, так надо было на дыре. Да. Ну как она. Что, она тебя дурит, да? Угу. Ладно, нацепь. Она вообще дурёха. Что, я уже тут столько денег могу? Она этого не заменит слов. Потому что я тебе и еду. Потому что в Монополию это не дурак. Что? Через плечо. Так тут же в Монополию можно играть несколько суток. Давай. Пока кто-то проиграет. Я так понимаю, что Вика со своими планами решила, что банкротом она не будет никогда. А что ты считаешь? Сколько у тебя бабла? Угу. А ты типа, вы по-своему играете? Нет. Это что же считает, сколько ты купил? Ну да. Ну вот. А, ну-ну-ну. И что там у вас? Кто выиграл? Кто проиграл? Сейчас мы всё-всё-всё узнаем. Так тут же считается по первому, по второму и по третьему. Если у тебя с одного вырубництва только одна фишка, то ты считаешь по первой цене. Если у тебя с одного вырубництва две фишки, то ты считаешь по второй цене. Если у тебя с одного вырубнется все три, то ты считаешь по третьей цене. Ну, ладно, считать. Я правильно посчитала. Потому что у меня вот это. Давай посчитай. Это значит правильно. Сколько у меня? Да, короче. Сколько у тебя получилось? Сорок две. Мне как-то лень посвящилась. Давай считай, лень. Ты на калькуляторе считаешь. Как там может быть лень? Сорок четыре триста. А у тебя сорок две шестьсот. Ну, ладно, я наберила максимум на пятьсот тысяч, которых она не забрала. Пятьсот тысяч? На пять тысяч. Кира, с ней хорошо бизнес вести. Ей можно дать две гривны и сказать, что тебе двести дала. Кира, деньги считай. Ой, ложи. Все, девочки, давайте расходимся. Все. Всех отправили. Всех выгнали. Я, как всегда, на своем любимом месте. Слава богу. Все ушли. Единственное, еще снег не пришел. Кит, сегодня пошли ужинать. И будем уже видпочеваты. Да? Да. Завтра у нас очень тяжелый и интересный день. Завтра я иду в Жек. Угу. Все. Всех люблю, всех целую или наоборот. И всем пока-пока.